Акция «Победный вальс» организуется Мурманским морским торговым портом уже в третий раз. Ежегодно 9 мая на площади перед морским вокзалом собираются десятки жителей города. Все они кружат под одну из самых лиричных песен Великой Отечественной войны – «Случайный вальс». Он, с одной стороны, случайный, с другой стороны, далеко не случайный, потому что он проводится в вознаменовении того времени, когда наша нация после завершения войны узнала об окончании ее и об окончании того тяжелого времени, времени потерь. И у людей наступило самое настоящее счастье. Проводится акция у монумента «Парус мечты» напротив морского вокзала. Именно здесь 78 лет назад работники Мурманского торгового порта встретили новость о победе. Той, которую они ждали, работая ради нее днем и ночью, порой даже отдавая свои жизни. Ведь в то время порт был одной из главных целей нацистских захватчиков. В этом году победный вальс объединил не только северян, но и частицы истории одной семьи – Ирина Долинина, дочь известного скульптора Геннадия Глухих. Именно он создал обелиск в память портовикам, погибшим во время Великой Отечественной войны. Женщина в Мурманске впервые перед возложением цветов тоже приняла участие в акции. Папа рассказывал, что памятник ему, конечно, чрезвычайно дорог. Я верю и убеждена, что творчество моего отца нужно людям здесь, на Мурманской земле. Конечно, в Перми тоже был период большой творчества, и тоже он был признанным человеком. Но именно мурманчане дали ему вот этот простор, площадь, поддержку. В этот раз победный вальс прошел не только в Мурманской области. Аналогичную акцию провели коллеги мурманских портовиков в Хабаровском крае. Вообще, работники Мурманского морского торгового порта с уважением относятся к истории. Поэтому и появился победный вальс. А еще действует поисковый отряд «Подводник», который с 1980 года помогает восстанавливать события тех лет. Кроме того, порт шерстует над памятниками, посвященными Великой Отечественной войне, регулярно реставрируя их.